Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В тех словах, которые Дева Богородица сказала Архангелу Гавриилу, Сера Богосподня, заключается очень важное для нас поучение. Потому что вот с этих слов началось спасение человека. Не только Девы Богородицы, а в дальнейшем и апостолов, и всех учеников Христовых. И так две тысячи лет до наших дней. Потому что грех, который нас разделил с Богом, это есть противление Его воли. Противление порядку и закону, установленным самим Богом. Все, что Богом сотворено, находится в строгом повиновении Господу. Элементы вступают в строго определенные химические реакции. Определенные существуют биологические законы, по которым развиваются живые клетки. Вселенная, несмотря на ужасающую скорость своего расширения, тем не менее, находится в определенной такой уравновешенной гармонии. И так во всем. Кроме одного человека. И происходит это от того, что Господь захотел сотворить существо, которое способно его любить так, как он любит свое творение. То есть, понимая это, это возможно, ну, при известном равенстве. Человек может любить какое-то домашнее животное, а домашнее животное может отвечать ему тоже любовью. Но это разные вещи. Поэтому Господь сотворил такое удивительное существо человека, в котором запечатлел свой образ. И в частности, этот образ выражается в даре свободы, которую дан каждому человеку. Поэтому каждый человек совершенно свободно может подчиняться закону Божию, а может идти против Бога. А там наш право-отец общий выбрал вот этот второй путь. Этот второй путь называется грех. Потому что он привел вот этому ужасающему разделению не только между нами и Богом, но и между вообще всеми людьми. Потому что по замыслу Божию человек это должен быть единый организм, связанный любовью. Как клетки в одном теле. Все между собой связаны, и как апостол Павел говорит, болит ли один член, страждет все тело. Действительно, когда молотком ударим по пальцу, то участвуют в этом крике, когда мы кричим ай или ой, и наша гортань, и голосовые связки, и язык, так сказать, и расширяются зрачки. Казалось бы, не в глаз ударили. Почему зрачки реагируют на эту боль? Больно всему человеку, хотя ударили по одному пальцу. И Господь так и задумал, что все человечество будет расти как единое тело. И скрепляться, ну, во-первых, мы все вышли из-за дама, а потом вот эта любовь Божия, которая будет в наших сердцах, она будет нас соединять в единое целое. Но оторвавшись от источника жизни, от Бога, все разрушилось. И вот, наконец, Господь дождался такого времени, когда воспитанная в законе Божьем дева сумела подготовить себя в такой небесной чистоте, что смогла воспринять ту благодать Божию, с которой началось наше спасение. Потому что Господь не мог бы войти в сосуд нечистый. Поэтому Дух Святый, который по обетованию Архангела Гавриила нашел на нее, вот это животворящая сила Божия, и сотворила в ней плод, который родившись и стал Иисусом Христом, который и из тех людей, которые свою свободу употребили на то, что поверили Ему, что Он действительно сошел с небес и стали учениками и соединили земли с небом. Поэтому, находясь в церкви, человек, может, даже, не зная сам для себя, но в духовном плане Он находится на небе. Хотя, может, это по своей дебилости такой духовной и не чувствовать, но мистически это именно так. И первый из людей, кто дал согласие на то, чтобы сотворить волю Божию, это была Дева Богородица. Потому что, если бы она сказала нет, я не хочу, то ничего бы не случилось. Может, прошло еще сто лет, может, еще тысяча, пока появилась еще такая. Сколько бы Господь ждал, чтобы спасти. Но это произошло, и это мы сегодня празднуем. И в честь этого события построен и наш храм. чтобы это запечатлелось в наших сердцах и в умах. Поэтому на вершине царских враг всегда изображается благовещение как некая одна из самых важных вещей, которые существуют в нашем видимом мире. То, с чего началось вообще спасение человека. Поэтому святые отцы, позерцая вот это великое таинство благовещения, они называли ее новой Евой, потому что из нее произошло новое человечество. Вот в том старом ветхом человечестве, уже умирающем от греха, распадающемся от своих грехов, где-то на краю вот того так называемого цивилизованного мира, в такой глубокой, почти никому неизвестной провинции, давно покоренной, произошло вот это чудо. Началась для человечества новая жизнь. И началась, конечно, не без участия Божия. И Христа поэтому церковь величает новым Адамом, с которого пошло новое человечество, принципиально новое. Иногда нам кажется странным, почему нам так трудно говорить с людьми, которые не знают Христа? Потому что они живут еще в эпохе, которая минула уже две тысячи лет тому назад. Они не чувствуют и не знают того, что для нас представляет самую важную драгоценность жизни. Они понимают, зачем мы здесь в такую рань собираемся, и вообще что мы здесь делаем в такой тесноте и духоте, и вообще зачем все это? Все эти мучения, все эти посты, все эти ограничения вот той свободы, которая позволяет человеку грешить как угодно, делать что хочу. И это каждый знает с детства, как вот если кого из нас, кто-то из взрослых пытался каким-то образом воспитывать, что значит ограничивать. мы всегда бунтовали, капризничали, не соглашались, закатывали может быть истерики и так далее, и так далее, все хотели делать по-своему, а мы говорим, нет, вот не так надо, а надо вот так, а мы хотели это. Нам говорили спать, мы говорим, нет, не хотим спать, нам говорили есть, нет, я это не буду, нам говорили одень эту куртку, нет, вот эту одевать не буду, пойдем, нет, не пойдем, и так вот во всем. Это следствие греха, вот такое противление, это как корень зла, который сидит в каждом человеке. И вот церковь это новый народ, который созвал Господь мне и родил вновь не по принципу крови, там, национальности какой-то, или там еще каких-то интеллектуальных, возможностей или телесной красоты, нет, а только одного, веры, то, что Он действительно есть Сын Божий, и что Его Слово это Слово Отца Небесного. Когда Он говорил, что я ничего от Тебя не говорю, то, что я слышал от Отца, то говорю Вам. И вот кто этому поверил, что это абсолютный закон Божий, то, что Он говорит, что это переступать нельзя. И вот этот путь самоограничения себя вот от греха, этот путь приводит в жизнь вечную, который, собственно, и призван каждый человек. Каждый человек призван к тому, чтобы соединиться с Богом навсегда. Так, как некогда был соединен Адам в раю. Только вот этот новый рай Царствия Божия, это будет много, и те святые отцы, которым удавалось созерцать через благодать вот то, что человеку уготованным, в частности, апостол Павел говорил, что даже на ум человеку не может прийти то, и ухо не слышало, и око не видело, что Бог уготовил любящим его. Ну, а кто любит, тот заповеди мои соблюдет, говорит Господь, и пойдет по этому пути. Он наследует жизнь вечную. вечное пребывание с Отцом Небесным. Кончится наше сиротство, кончится болезнь, кончится воздыхание, все пройдет, все скорби, и будет небесная радость. Но сначала крест, сначала испытание, сначала вот тот трудный путь, в котором первый прошел новый Адам. Ветхий Адам начал жизни райской, в жизни, в которой не было печали. И он свою свободу употребил во грех, и был оттуда исторгнут, потому что с грехом пополам общение с Богом быть не может. Новый Адам наоборот начал со скорби, он прожел скорбную жизнь, а потом вознесся на небеса. Вот такая является нам духовная симметрия в этом таком дивном событии. Почему Господь так устроил симметрично? Потому что человек как раз, он симметрию всегда воспринимает как красоту. Хотя в природе такой идеальной симметрии мы нигде не наблюдаем. Но человек как образ Божий он тоже творец какой-то красоты. Поэтому когда он что-то хочет сотворить красивое, он обязательно вот эти законы симметрии использует. И Господь и в этом чисто историческом дает нам созерцать вот эту красоту построения домостроительства нашего спасения, которое началось с благовещения. Поэтому каждому человеку каждый день и каждый час всегда предлагаются вот эти две дороги. Очень узкая, которая ведет на небеса, вверх, по которой трудно идти, потому что вверх всегда идти трудно, и широкая дорога ведущая вниз. И каждую минуту, каждую секунду нашей жизни мы всегда этот шаг совершаем. Либо вверх, либо вниз. Причем даже нельзя стоять на месте. Стоять на месте может только секунду, а потом начинается падение. Поэтому единственная для нас возможность это постоянно, пусть хоть и медленно, но только двигаться вверх и вперед. И конец этого пути встречи со Христом и Царствия Небесной. Аминь. Субтитры Небесной. Субтитры Небесной. Субтитры